и снова здравствуйте всем привет и так как обещал я переделал полностью персонажа вот этот файл будет значит в папке для скачивания вместе с файлом blender и в этом ролике давайте все это дело сами поднастроим полностью такой значит ролик пари года лук по новой ставим привяжем значит вот эти вот все ремни тряпки где-то настроим вот эту значит глаза всякие вот эти вот на локотники и обувь все погнали кому интересно смотрим и так все я забросил файл вот она да давайте теперь с чего начнем начнем с персонажа так стрелу это значит английская аж н панель риктул так не риктул скринка скей пардонки так н панель отключаем что нам пока не понадобится не понадобится нам стрелы чехол тоже это английская аж все это дело скроем вот будем оставлять вставлять тряпки кости так что тут еще два ремня нам не понадобится и два таких тоже ремня как погнали начинаем шифт а отключаем значит это окошко арматура single bone вот так она выглядит и не видно ставим выбираем эту функцию находим wearport display in front все это мы сделали теперь можно будет отключить носить текстуры раскраску внешний вид и заходим в edit mode выбираем косточку подгоняем ее к тазу и еще что можно сделать давайте все ненужные детали вот эти вот все так по отключим да так аж все отключаем тут надеюсь не заблокирует вроде как качок да если нет то будет вы к выложим ролик повторно как edit mode стройка нам паде и погнали значит джи выставляем первую кость значит на таз и желательно пониже чтобы у нас как джи линия сгиба шла сейчас буду рисовать вам вот тут вот это первая кость должна доходить здесь вторая здесь вот можно третью ну ключица не столь важно здесь можно цельную гнать на шею и на голову так еще что сделаю пока наверно вот это все тоже отключу вы мне внешний вид не мешал опять значит косточка и погнали английское и вытягиваем до груди и одну косточку включить следом уже идет шея тройка на нам паде и поправляем наш позвоночник согласно форме нашего персонажа вот так как следом у нас обычно идет косточка на голову так тройка на нам паде смотрим чтобы не было у костей перекрут а потом это такой гемор будет как е косточку альпи это будет у нас нижняя челюсть вот таким вот образом доводим до линии сгиба челюсти делаем shift сочетание клавиш и добавим все это гаджи вот сюда к верхней губе можно даже чуть-чуть вперед вытащить так это все есть выбираем через shift 2 кости просто control и по простому вяжем и пол сет голове дальше что нам понадобится ну давайте вытянем за 1 и косточку альпи clear parent соединяем подгоняем на грудь rg единица на нам паде и если вы захотите сделать чтобы грудь значит шевелилась но это дело не хитрое уменьшаем косточку и значит е еще одну часть вытягиваем так g чуть-чуть подгадываем но теперь нам понадобится тройка на нам паде еще значит е одна косточка альпи clear parent g которая будет держать у нас вот эту зону чтобы у нас грудь с ребрами не двигалась так косточку можно сделать с поменьше она ну как держатель идет до отключиться вот отсюда будет нормальное движение и вяжем именно вот к этой кости к позвоночной control control пик и попсет так эту косточку вот эту косточку ну давайте чуть-чуть пониже и привяжем к этой косточке control пик и попсет можно конечно и к этой вязать но возможно будет ломка потому что линия сгиба идет значит она находится ниже на линии сгиба вот этой кости так что вяжем где линия сгиба выше туда и вяжем так теперь нам понадобится е ключица ключица альпи clear parent смотрим все это дело можно именно ставить ключицу по анатомии ну можно и ровно так g отводим ее подальше выводим ее на линию сгиба плеча и вяжем опять же так но это можно уже к этой кости признать control пик и попсет так следом у нас выходит цельная кость так е вытаскиваем цельную кость до запястья и выводим g поправляем выводим ключицу под углом на плечо здесь выводим на кисть выбираем кость правая кнопка мыши с обдивайдем и показываем этим двум костям линию сгиба то бишь линию локтя все настроили зашибись так теперь дальше джи вытягиваем на линию сгиба кисти чтобы смотрите когда вы будете вытягивать косточку вот так это рисовалка так вот пусть она сгибается тут вот именно до этой части вытягиваем ну чтоб не гнулась у нас допустим переломов не было на рукаве вот этом в принципе если что-то и будет то сильно должно быть не видно вот так давайте чуть побольше вытянем так и выравниваем по центру вот так как раз вы видите что будет гнуться и здесь уже нормально все будет вытягиваем е подгадан значит чтобы вся все кости были в мыши так теперь выбираем угол какой-нибудь пусает видите кисть как устроена пальцы другой согнуты очень хорошо и в принципе вставлять когда рука таким образом сделано но первые кости нужно с геморроем немножко все равно вытягивать и подгадать по косточкам ctrl z вот выбрался на вся кость значит е все видите теперь тут хаос пошел значит джи выбираем где какая кость где какой палец и все это дело желательно и песен под углами подгадать так вроде бы попали и опустим всю кость вот эту в мэш так теперь штука какая выбираем первую кость вытягиваем ее е до кончика пальца подгадываем джи и сабдивайдим так и вот эту сабдивайдим и подгадываем по косточкам в принципе она так и делится так теперь выбираем другой ракурс и подгадываем это все дело по сгибу следующий палец ctrl z английская е смотрим опять же внимательно чтобы когда вы вытягиваете кость чтобы у вас кость не ломалась не перекручивалась так вот джи подгадываем из сабдивайдим и вот как раз в принципе одна кость большая должна быть и две маленькие так теперь то же самое под всеми ракурсами выравниваем подгадываем и делим выбираем первую костяшку и вторую тоже подгоняем подставляем так ну теперь у нас что идет немножко искривление все это дело выравниваем и теперь остается самая такая последняя штука мизинец сабдивайдим нжи подгадываем выравниваем настраиваем и еще раз ее делим и еще раз даем линию изгиба так теперь у нас получается что остается большой палец вытягиваем тоже косточку видите она ушла вообще вбок и под ракурсами опять же смотрим чтобы она попала на костяшку теперь английская е вытягиваем кость и опять же смотрим чтобы она легла ровно по кости сабдивайдим здесь у нас две косточки здесь попроще так все попало так нам теперь понадобится кость-управляшка единица нам паде смотрим видите уже кость чуть-чуть перекручена ctrl z значит попробуем ее под углом потянуть нормально отцепляем alt p clear parent теперь она не привязана никакой кости а нужно нам ее связать вот с этой косточкой выбираем косточку кисти и ее ctrl p keep all set делаем с ними связь так ну все самое сложное уже сделано значит теперь е ровно вытягиваем косточку alt p clear parent g находим колено вяжем эту косточку к тазу ctrl p keep all set и желательно ну не всегда нужна эта косточка ну в принципе если у вас толстый персонаж или вот много на нем будет каких-то шмоток вещей но лучше сделать косточку которая будет держать именно форму тела тоже ее вытягиваем соединяем alt p clear parent и вяжем опять же к тазу ctrl p keep all set стройка на нампаде теперь нам нужно показать косточки вот этой g где будет колено угол вот где она будет сгибаться теперь от нее вытягиваем е косточку е одну косточку и еще косточку чтобы сгибались пальцы так ну мы видим что у нас иначе стоит ну форма значит персонажа вот такая с перевернутой стопой выбираем все косточки и r теперь g перекручиваем поменьше стараемся сделать перегиб так и подравниваем так ctrl z мышкой что-то у меня повторяюсь никак не куплю вот ну даем какой-то вот такой небольшой перекрут ну чтобы сильно значит нога не перекрутилась косточку ориентира я оставлять не буду надеюсь значит нога знает куда гнуться и я смогу ей руководить адекватно если вдруг пойдет какой-то косяк то тогда я добавлю дополнительную кость ну в принципе с моими ригами такой проблемы ну в смысле была ну не часто вообще считай не было так что еще можно сделать ну в принципе чурот вставлен на это вставлено ну давайте тряпку сразу сделаем вытягиваем из любой косточки косточку alt p clear parent отсоединяем g отводим s подводим значит с нашей тряпки вот к этой эта косточка будет у нас как управляшка да теперь вытягиваем е в кость и делаем ее сабдевает 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 в принципе можно не поправлять но давайте форму повторим так ну она по люботу должна привязаться ctrl z ctrl z если сейчас вот это перекручивать тогда будет гнуться чуть-чуть иначе по другому как сказать так теперь выбираем все кости и видим что они у нас перекрутились не туда выравниваем их по середине так ну вся она будет то ли будет вся она адекватно гнуться но здесь можно доработать весами чуть-чуть помудиться ну чтобы весами не мудиться сабдевает можно вот раз сабдевает продублировать все это дело эти косточки привязаны к нашей управляшке ctrl p эти а управляшку вот эту мы привяжем к тазу к тазовой кости ctrl p и полсет так ну в принципе рот сделан я не буду вставлять дополнительные кости для анимации мимики лица пока давайте вот тут это все дело продублируем так выбираем все кости с этой стороны а пардонте так еще кость управляшки сделаем забыл я вытянуть alt p clear parent отсоединяем и вяжем как руку вот эту косточку к этой ctrl p и полсет так все вот теперь можно смело выбирать все косточки внимательно просматриваем чтобы были выбраны все а те которые не нужны делаем выбираем так ctrl z выбираем ctrl alt не работает да ctrl z ctrl 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 alt все сбросили я нажимал shift alt бывает сбиваюсь не смотрю куда уже нажимается так ну а здесь уже что shift d и значит мира x global зеркалем нашего нашей кости подтягиваем правильно по кисти ну вроде все за ргут так теперь object mode давайте сразу привяжем к персонажу ctrl p так white автоматик виджет сразу можно выбирать персонажа можно выбирать тряпку и все кости ctrl p white автоматик виджет она должна привязать все привязано так штанишки пока не будем привязывать и значит обувь пока нам привязывать не надо так alt h возвращаем все что нам нужно камеру единственное камеру отключим теперь у нас остается значит лук вот этот башлык он тоже давайте сделаем его на косточке посадим на открывание так стрелу еще повыше посадим ну пока давайте стрелу это английское отключим персонаж вставлен вот будем сейчас вот этой штуки вставлять ремню делать кости делаем сидит мод опять тройка на нам паде вытягиваем какую-нибудь косточку откуда-нибудь alt p clear parent значит g вытягиваем ее на ремень вот вот таким вот образом смотрите здесь можно весь ремень повторить костями и двигать его да каким образом но это будет геморно будет правильнее конечно сделать полностью костями вот этот ремень так это будет много костей ну давайте раз уже рик полностью проходим добавляем кость на ремень это будет управляшка ее можно даже сделать и побольше вот так и поставим как-нибудь так теперь семерка на нам паде и делаем каким образом е здесь alt p clear parent обязательно отсоединить и привязать к управляшке ctrl p и погнали значит е можно эти кости все поотвязать потом будет чтобы каждый индивидуально работать так все вот здесь мы встретились и от этой косточки давайте поведем значит е цельную кость g английская поведем ее к ремню ну а вот эти кости подсадим повыше к нашему мешу вот так вроде все нормально и что делаем мы вот эту косточку делим сабдевайт сабдевайт так g выводим ее прямо на ремень ну опять же ее можно полностью отвязать от этих костей ну в смысле кости отвязать друг от друга чтобы можно было двигать по отдельности каждую косточку но это уже на любителя так теперь эта сцепка есть у нас здесь g все чтобы в меш зашло дальше g g это будет цельная сцепка вот так чтобы назначили веса остальное в принципе уже без разницы так и как делаем отвязку да вот делаем alt-p clear parent alt-p clear parent и так alt-p clear parent и так далее так теперь делаем наоборот ctrl-p keep all set ctrl-p keep all set и вяжем с верхней на нижней ctrl-p keep all set так это дело пойдет так у нас есть еще кольцо оно будет отлетать потому что настройка будет очень плохо к ней относиться alt-p clear parent выбираем косточку и пусть это будет отдельная кость вот это все кольцо пусть будет отдельная косточка которая будет привязана к любой кости ну к ближайшей да ctrl-p keep all set так с этим делом разобрались так теперь то что самое простое давайте вытягиваем косточку E из головы alt-p clear parent G это будет у нас чехол и эти как их стрелы вот вот ее просто тут поставим потом все это к ней привяжем косточки которые значит отходят от тела вяжем именно там где они будут хорошо сгибаться это будет середина спины да это ctrl-p keep all set поясу кость управляшка вот она которая будет отвечать за перенос значит вот этой модели вяжем к тазу ctrl-p keep all set так теперь у нас остается так E кость вытаскиваем alt-p clear parent и нам нужно сделать так чтобы у нас капюшон значит открывался ну уже делать персонажа так делать чтобы все части работали правильно так здесь можно уже какую штуку сделать чтобы не мешало выбрать вот этих всех и H отключить пока так пардоньте ctrl-z так по отдельности значит отключаем H персонажа тоже H так ну так вроде мешать не будет выбираем кости заходим в edit mode выберем вот эти все кости можно даже вот эти и вот эту и сделать H их скрыть а работать только вот одной косточкой которая осталась так здесь что можно делать точно такую же штуку да G E это это будет кость управляшки эту кость мы отсоединяем alt-p clear parent и вяжем к этой ctrl-p keep offset так смотрим чтобы у нас все кости E E E заходили в mesh теперь смотрим чтобы они у нас были хотя бы первая полоса на первом на первой вот этой вот штуке сгиба теперь что можно сделать вот эти все продублировать три косточки сделать shift D поставить их опять же на линию сгиба здесь она как-то будет сгибаться да вот по ней будем ставить так но здесь уже в принципе она свяжется но видите она чуть-чуть проваливается в mesh и давайте чуть-чуть повыше как-нибудь поднимем и выведем более правильно что-ли да так теперь то же самое делаем shift D так это уже можно поставить под углом почему вот этот угол назначится веса нам нужно теперь чтобы затылок отдельно тоже сгибался ну в принципе попадаем да ну вот эта вся часть все это дело согнет но нам нужно теперь нижнюю часть которая shift D R не даст значит проминать нижнюю часть вот эту вот мы тоже выбираем и теперь делаем как бы ограничение до которой верхние вот эти вот косточки будут сгибаться чтобы вот эти кости у нас не тянули всю вот эту спину не назначили веса так ну как-то так-то да также можно добавить кости вот здесь по спине ну я не рекомендую здесь уже шипки ими можно назначить если вы будете делать ну как для игры там вроде как шипки не подходят так что тогда уже значит делайте косточки точно так же добавляйте полосы связки по одной кости можно добавить по длинной так это G повыше поднимем все теперь вот это все выделяем делаем единицу нам пасть делаем CFD и делаем мира X global переводим на эту сторону так здесь бы хорошо чтобы вот эти кости не пересекались и хорошо чтобы эти косточки значит у нас заходили в Mesh вид сверху вид сбоку в принципе я думаю нормально так эти кости проверяем Ctrl P привязаны значит к управляшке вот эту управляшку вяжем голове это Alt H возвращаем и вяжем вот вот эту управляшку в голове Ctrl P Keep Offset так это у нас Object Mode Alt H все возвращаем и опять все не надо убираем так вот давайте я наверное лук не буду сейчас вставлять я его в прошлом ролике вставлял потестим просто значит нашего персонажа вот как это все дело работает а если как лук лук значит вставлять то уже посмотрите предыдущий ролик вот наверное так будет правильнее ага так ну все теперь что где кости можем полностью выбирать вот эти вот Mesh и значит ну что вязать к ригу Ctrl-P White Automatic Widget все привязано не матюкается все хорошо так волос риг выбираем волос выбираем риг и привяжем волос голове сразу Ctrl-P это будет у нас бон как костики так следом что я еще хотел как вязать вот эти все части да ремни штукенцы вот эти вот эти части можно наверное объединить но она будет разрываться давайте не повенимся и каждую значит настроим выбираем какую-то деталь выбираем риг делаем Ctrl-P делаем White Empty Group заходим в настройки значит выбираем ту деталь которую мы привязываем заходим в модификаторы это модификатор Data Transfer выбираем привязку к телу выбираем Vertex Date Vertex Group и применяем все это дело то же самое делаем значит с другой частью Ctrl-P White Empty Group выбираем так один значит модификатор отсобачим Data Transfer то же самое Vertex Group Apply ремень на кости его сажать тоже смысла нет давайте Ctrl-P White Empty Group выбираем его он уже был привязан White Automatic Widget ну это дело не нужно нам вот Apply Так теперь у нас есть штанишки штанишки тоже так же Ctrl-P White Empty Group выбираем штанишки Data Transfer опять же выбираем пипеткой тело персонажа и опять же Apply то же самое делаем с сапогами Ctrl-P White Empty Group выбираем сапоги выбираем Data Transfer и повторяем нашу операцию здесь можно и списка выбирать лучше пипеткой нажимайте оно быстрее будет так и опять Apply так на рукавнике тоже удалим и привяжем Vertex Group Ctrl-P White Empty Group выбираем на рукавнике Data Transfer опять же привязка по сетке к нашему персонажу Vertex Date Vertex Group Так ну все вроде бы как да ремень штукенция ремень так шмотки перепропишем перепропишем Concur P White Empty Гру я не помню вязал или нет ну и тоже Data Transfer сфер выбираем лук и стрелы выбираем кости заходим в Post Mod и вяжем их в Concurl-P это будет Bon привязано Object Mod выбираем только Rig и поднастроим Rig Post Mod глаза еще не призовнула сейчас выбираем управляшку кость еще кость верхнюю Ctrl Shift C сочетание клавиш Inverse Kinematic находим Inverse Kinematic и на две кости здесь что то же самое Ctrl Shift C Inverse Kinematic на две кости следом у нас получается руки Ctrl Shift C Inverse Kinematic на две кости так все вроде бы с этим нормально проверяем тестим все вот нога работает все тут Ctrl Z обязательно возвращайте все на свои круги где и было все вот тоже Ctrl Z следом выбираем кость управляшки и садим это все дело с помощью мов а ну-ка ниту выбрал так стройка на нампаде мов па 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 Z не довязал заходим в edit мод вот эту кость теперь привяжем к этой Ctrl P и повсет в пост заходим тройка на нампаде выбираем кость управляшки и пробуем все довязал дотянем теперь так дотягиваем так чтобы потом у нас далеко не провалилось и настроим теперь ремень так вот эту шайбу садим в ремень кольцо ну как так так и настраиваем вот этот ремень на кручение по другой системе на инверс кинематик Ctrl Shift C инверс кинематик удаляем таргеты и выбираем раз два три кости так смотрим Ctrl Z на четыре косточки все вот теперь мы можем в разные стороны вернуть так будет удобнее Ctrl Z все так что еще можно так же настроить а вот у нас еще есть да то же самое выбираем вот эту штуку вот эту Ctrl Shift C инверс кинематик таргеты долой и считаем раз два три четыре пять шесть семь так ну давайте на восемь костей то же самое чтоб удобно было давайте и эту часть тоже Ctrl Shift C инверс кинематик таргеты долой тоже восемь костей здесь такая же песня Ctrl Shift C инверс кинематик восемь костей так будет минус в чем когда вы будете управлять одной стороной вот вы будете тянуть она будет растягиваться хорошо видите мягенько все мягко но старайтесь чтобы сильных таких растяжений не было выбрать допустим все три управляшки и разом допустим загибать гляньте она как мягко будет гнуться вообще бомба Ctrl Z так берем управляющую кость нашу и засовываем ее под пояс вот под вот эту делу вот так вот под ремень если где-то что-то не подошло где-то что-то там перекрутилось вот семерка на ломпаде вроде нет но можно подтянуть соседние косточки очень удобная штука теперь проверяем косточки вы видите что сдвинулись как будет она работать в таком положении так же нормально и будет работать Ctrl Z развиваться на ветру так теперь у нас какая штука у нас есть теперь вот этот значит воротник давайте проверим как он будет загибаться так сначала первую вот эту R вот здесь он будет как вы видите падать следом будет у него R падать вот эта часть будет падать вот это не до конца пускай но нужно будет потом поправлять это все дело и значит будет ну будет прикольно но придется чуть-чуть значит дорабатывать какими-то костями допустим раз выбираете средние кости ну как пальцы да допустим R раз там докрутили будет геморно так выбираем все вот эти косточки ALT G ALT R и попробуем значит их настроить тоже на таргеты CTRL SHIFT C INVERSE KINEMATIC таргеты долой раз два три на три кости а ну-ка вот теперь мы можем видите меньше амплитуду делать ну и в принципе нормально все это дело будет работать тут главное чтобы вы когда будете работать точно знали где какая кость и настроить правильно внешний вид так я просто думаю что так будет быстрее чем крутить каждую кость просто за главное потянули а там уже подкорректировали на три кости и тут тоже самое кое-корректировали Так, и вот теперь, смотрите, если мы выберем все управляшки наши, да, вот они, смотрите, мы должны, в принципе, их джи и положить, вот, ну, тут, чтобы они, конечно, видите, нижняя ушла за воротник, там, еще куда-то, это уже, ну, проще подкорректировать, я думаю, вот раз, вот, нижние просто раз, там, где-то вывести, где-то перекрутить, и верхние, допустим, раз, как, там, дотянуть, уложить, смотрим внешний вид воротника, вот, общая, да, такая штука, вот они перекрестились, ну, здесь уже можно просто их развести, так, это сюда, это сюда, делаем натяжечки, там, растяжечки, и, в принципе, воротник должен, красиво это все после R-поворотов, G-перекруток, это лучше, чем крутить, я говорю, каждую кость, согласитесь, раз, и все уверены, смотрим, ну, в принципе, нормально, сильно вот здесь вот передняя уведена, да, ну, переднюю можно тоже, вот они есть, передние кости, так, да, вот их можно чуть-чуть отдельно, допустим, приподнять, и вот, опять же, видите, вся линия работает, зашибись, так, нужно тут смотреть внимательно, еще, вот, видите, у нас нижняя шаг, вот, где вот эта полоса есть, тут у нас тоже косточки стоят, но они отбивные, вот, ниже их, желательно, как бы, сильно не затягивать, там, ну, там, как-то, вот, как бы, ну, так, чтоб лежал, чуть-чуть по-разному, конечно, не однообразно, ну, будет прикольно, в принципе, это будет смотреться, когда она будет снимать себе капюшон, там, все будет хорошо, так, альт, 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 возвращаемся назад, и выбираем наш теперь капюшон, и джи, давайте на нашего персонажа, опа, назад его посадим, следом выбираем косточку, подтягиваем наш, значит, как его, боекомплект, я их сделал в этот раз побольше, ну, и лук тоже нужно сделать побольше, и стрелы побольше, чтобы амплитуда руке хватало, именно, расти, делать, просто стрела маленькая, тетиву тянет, и когда стрела дотягивается, значит, дотягивается уже тетиву со стрелой, то стрела спадает, значит, с лука, но это ж не должно так быть, правильно? так, рот, давайте закроем рот, и я, значит, еще зубы не вставил ей, потом зубы, глаза, глаза сейчас привяжем, так, рот закроем, чтобы симпатичная была, во, теперь она может кричать, орать, там, что хотите делать, и вот здесь теперь будет самый главный вопрос, какой, правильно настроить вот эти вот, значит, о, косяк какой у меня пошел, видите, edit mode, так, alt, а, ctrl-p, привязано, так, а почему, постмот, alt, а, а здесь она, куда она свалила, о, вот она, я ее, видать, джи двинул, вот теперь нужно все это дело аккуратненько настроить, чтобы, если нам, вот эти кости нам не понадобятся, мы их можем вообще скрыть, там, такими сферами, да, потом, если вы будете назначать вот эти кости, на, кубы, то задние, задние, смотрите, тут три полосы, середину можно назначить на кубы, а эти боковые, допустим, одни пусть будут цирквы, а другие пускай будут сферы, ну, хотя бы так, чтобы вы знали, где какая, если вдруг перепутается при анимации, вы знали сразу, куда какую дотянуть, так, ну, ноги, в принципе, что ноги, нам нужно управляшки, и финджеры будут, так, опять же, правильно нужно настроить, вот этот капюшон, чтобы вы костями тут тоже не путались, а то, если вы одинаково настроите, и уведете, какую-нибудь вот эту штуку, за эту, то будет перехрестеть, но опять же, будут ненужные порывы, так, что такое, вертаем все назад, все хорошо, так, потестим приседания, так, вот эту косточку, на место посадить, посмотрим, как оно у нас, ничего не отпадает, так, отпадают у нас, вот тут, две пары глаз, есть good, выходим в музыкнот, выбираем одни глаза, одни, значит, смотрим, какие с текстурой, так, они все без текстуры, да, ну, давайте эти, delete, control-i, h, control-alt-h, назад все возвращаем, и где ж тут теперь найти глаза, а вот они, вот, тройка на нампаде, и, значит, догоняем глаззенки, смотрим, вот эти, с текстурой, с текстурой, что-то, девчонка, да, симпатичная, так, а ну-ка, если капюшон ей, аж, скрыть, и кости скрыть, так, я вот, смотрите, здесь поджал волос, он здесь нормальный, скульп-мод, я его просто подтянул, чтобы он через капюшон не вылазил, вы можете его, назад тут вытянуть, сами подгадать, если вам понадобится она, допустим, без капюшона, волос можно еще тут дотягивать, вытягивать, подлиннее делать, ну, расчешить ее, словом, ну, все, в принципе, теперь я вставлю в лук, рик, и вот эта модель будет уже для скачивания, а, что я хотел, да, давайте потестим, как же работают пальцы, так, пост-мод, вот, вот, вы видите, что пальцы не слипаются, настроены нормально, можно теперь ими делать, хорошие, значит, захваты, это тетивы, там еще что-нибудь, альт, г, альт, р, все, сохраняю я вот этого персонажа, будет он в группе, вы можете потом сами еще над ним потренироваться, вставить сами кости, заново эти удалить, новые вставить, так, вот это я удалю, камера, свет, все присутствует, о, ниндзя, все, всем пока, до свидания,